Друзья, прямо сейчас идем, подойдем к победительнице Первенство и трехкратной рекордсменке России Мария Груздова, здравствуйте, можно к вам сразу по горячим следам Ну что, мы вас поздравляем, это было потрясающе Трехкратная рекордсменка России, какие эмоции сейчас? На самом деле очень позитивные, мы так хорошо еще не выступали, это прям на ура 8 рекордов только за последние 9 подходов Мы считали, насчитали уже, по-моему, это 40-ая какая-то победа уже вообще Как так случилось, что маленькая девочка пришла в тяжелую атлетику? На самом деле, даже сказать можно случайно, у меня брат пришел, мама предложила и меня затянуло Ну, то есть я вообще случайно, я не планировала ничем заниматься таким И вот, как-то вот уже 6 лет почти занимаюсь Сегодня я так смотрел, но, по сути, не было соперниц Это сложно, но, по большому счету, соревноваться с самой собой, наверное, может быть, со штангой Ну, на самом деле это сложно, надо именно вот как раз себя побороть, чтобы выйти и сделать, на максимум выступить Это достаточно так сложно Тренер рядом тут с нами Заслуга не меньшая Хотя равные, наверное, здесь партнерские отношения Вы помните, когда впервые с Марией познакомились, что это был за момент? Конечно, помню Это была осень, Маша пришла в 11 лет Пришла она у нас, вроде как бы ребенком, который уже с избыточным весом Она в 11 лет весила 65 килограмм Потренировалась у нас там чуть-чуть больше года Выступила на своих первых соревнованиях Завевала свою первую победу Но на этот момент она уже весила 44 килограмма Она похудела на 21 килограмм За время тренировок Тяжелой атлетикой Ну, а дальше потом пошла по накатывающей Вверх, вверх, вверх Ребенок растет Вы что-то заметили сразу в ней? Какой-то талант? Или это со временем только как-то проявляться начало? Ну, это если кто говорит с первого раза Я вижу насквозь, это врет человек Так никогда впервые не скажешь Человек успешный А он, допустим, ну Дисциплина хромает Ну, умеет, так все хорошо получается Развернулся и ушел Ну, как можно на года вперед спрогнозировать? Не в жизни не спрогнозируешь И неблагодарное это дело Вот попался ребенок Трудолюбивый Ну И тем более Какие-то внутренние такие сильные черты есть Что ребенок тренируется, сила растет А бывает так, что годами тренируется, сила, ну, ноль не прибавляется Ну, что теперь цели на ближайший соревновательный период? У спортсмена, так же, как и у тренера Как бы подвести его и сделать так, что завтра он бы поднял бы больше Задача такая, на завтра стать сильнее Вот и будем тренироваться Время есть еще до мира Надо прибавить Вот такая задача перед нами стоит Продолжаем наше общение с Марией Груздовой С ее тренером Со вторым тренером Целая команда у нас здесь Подготовки И я думаю, это, наверное, есть залог успеха Когда рядом есть люди, которые поддерживают, наставляют Сколько лет вы работаете с Машей вместе? Начнем с человека, который Вкладывает в свою душу, сердце, время Пять лет работаем Сейчас закончилось первенство И следующий шаг, следующие цели Ну, следующее соревнование у нас будет первенство мира Мексики По юношам и девушкам до 17 лет Хотелось бы там тоже выиграть И какие-нибудь мировые рекорды тоже поставить Хотелось бы Ну, там какая конкуренция? Вы знаете уже примерно уровень соперниц И рассчитываете все-таки на золото, да? Цель такая, я так понимаю Ну, я примерно предполагаю, сколько там поднимать будут И шансы есть Ну, работа покажет, надо тренироваться пока А все остальное потом Надо еще дожить до этого Сколько лет было, когда начали заниматься тяжелой атлетикой? Мне было 11 лет И на тот момент я весила 65 килограмм То есть, ну, была такая полненькая Вы так удивительно говорите, не стесняетесь Чтобы были пухты Девочки обычно такие стеснительные по этому поводу А вы это отмечаете как именно своим достоинством Что смогли где-то преодолеть себя, да? Ну, так оно и есть Потому что я считаю, что не нужно стыдиться себя Главное идти вперед, переображаться И достигать того, чего хочешь Вот, кстати, можете вот девочкам Сейчас, я думаю, многие нас смотрят В прямом эфире, в трансляции Потом интервью тоже пересмотрят, уверен Что-то посоветовать, порекомендовать Есть девчонки, которые, например, смотрят И могут стесняться, бояться чего-то, быть неуверенным Вот с позиции чемпионки уже Чтобы вы могли дать какие-то советы Ну, я хотела бы сказать, что стесняться никогда не нужно Потому что ты должен доказывать всем окружающим И себе самому, что ты достоин Потому что ты такой, какой ты есть То есть тебя не измени Ты должен гордиться собой То есть показывать всем, что ты такой, какой есть С какими трудностями сталкивается тренер В подготовке чемпиона России Ну и достижение рекордов Ну, я бы не сказал, что так много трудностей Все зависит от спортсмена, а так В рабочем процессе, конечно, это Школа мешает очень сильно достигать больших результатов Забирает львиную долю времени у спортсмена И сложно совмещать большой спорт со школой Вот, и финансирование Исправный инвентарь и так далее Ну, это все в сумме, да Немножко мешает А так, в целом, слава богу, все пока получается Ну, вы чувствуете поддержку? Вы живете в Старом Асколе, тренируетесь, да? Поддержку администрации, поддержку общественности Как вообще живет тяжелая атлетика в городе? Просто хочется действительно поговорить об этом Это важный момент, я думаю Само собой, нас поддерживает администрация Староскольского городского округа Поддерживает Федерация тяжелой атлетики Белгородской области Федерация тяжелой атлетики России Все помогают Так что, с этим нет проблем Ну, это очень хорошо, что есть поддержка Мне кажется, для спортсмена Вообще, для команды, которая готовится Очень важно чувствовать, что Ну, как бы, тылы прикрыты, так скажем, да? Вот, Маша, интересно, знаете еще, что Сколько времени занимают тренировки? Как вообще, вот, строится график? Каждый день или по несколько тренировок? Как вы выстраиваете правильный режим, так скажем? Ну, у меня тренировки 5 дней в неделю И если это подготовительные курсы идет То есть, это к чему-то, к каким-то соревнованиям То мы делаем дома по 2 тренировки Среда, понедельник, среда, пятница по 2 И вторник, субботу делаем по 1 А так, обычно по 1, 5 дней в неделю Сильно тяжело такие веса поднимать Такая тяжелая штанга На самом деле, это вообще не тяжело Во время соревнований там ловишь адреналин И даже не чувствуешь веса Ты просто выходишь, поднимаешь на автомате Уходишь, даже не понял, что поднял Ну, мне было легко Можно было и больше, но Вот так вот пока что Ну, оставим запас прочности, так скажем, да? Интригу сохраним еще на будущее Вот, но мы поздравляем вас от всей души Желаем искренне новых побед, конечно же Здоровья, сил терпения Вот, без травм И очень хотим Прям будем пристально наблюдать теперь Ждем следующего турнира Будем болеть И надеюсь, что в ближайшее уже время Встретимся снова и пообщаемся как чемпионка с вами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!